Здравствуйте! Записал на флешку ISO файл Windows 10 облегчённую версии, подстроен под себя. И сейчас буду устанавливать на компьютер эту операционную систему Windows 10 Pro 64-разрядную. Прежде чем устанавливать, открываем мой компьютер. Если на одном диске у нас находятся два обеспечения Windows, то необходимо запомнить объём диска, на который мы будем устанавливать операционную систему Windows. В данном случае я буду устанавливать на этот диск. Это на одном диске находится, но разбито на два раздела. Всё, закрываю. Делаю перезагрузку компьютера. И нажимаем клавишу Delete и удерживаем её, чтобы выйти в BIOS. Всё, мы в BIOSе. Нажимаю на окошко Envite Main. Переводится в расширенный режим. Загрузка. И здесь необходимо выбрать способ загрузки номер один. Нажимаю левой клавишей мыши. Я выбираю вот эту позицию. Загрузка USB с пометкой UEFI. Но если у вас стоит здесь тоже две позиции, и вы не знаете, какую выбрать, то используйте режим UEFI. Нажимаем её. Нажимаем на клавишу F10. Появившееся в окошке нажимаем Да. Идёт сбор информации. Нажимаем Далее, если нас всё это устраивает. Установить. У меня нет ключа продукта. Нажимаем. Здесь делаю выбор операционной системы Windows 10 Pro, потому что я над ней работал. Далее. Принимаем условия лицензионные. Далее. Выборочные. Выбираем здесь диск. Будем внимательны. Ищем тот диск, который мы до этого запомнили. В данном случае я вот этот диск выбираю. 87,8 гигабайта. Этот диск должен быть выделен. Нажимаем форматировать. Соглашаемся. И нажимаем ОК. Этот диск должен быть выделен, потому что может установиться операционная система на другой диск, если он не будет выделен. Нажимаем Далее. Идёт процесс копирования, подготовки файлов и установка компонентов данного программного обеспечения. Нажимаем Перезагрузить. И можно вынимать флешку уже. Он флешку вынул. Здесь ничего не нажимаем. Программа сама найдёт, что ей необходимо выбрать. Нажимаем Enter. Сейчас будет идти настройка дополнительных параметров Windows. Здесь каждый подстраивает под себя. Да. Да. Пропустить. Выделяем это название для личного использования. Далее. Здесь переходим в левую и нажимаем Автономная учётная запись. Здесь ограниченные возможности нажимаем. Здесь прописываем, кто будет использовать этот компьютер. Не обязательно своё имя. Любое можно. Нажимаем Далее. Король пропускаем. Здесь на всех пунктах снимаем галочки. Их 7 штук. Необходимо все снять. Они не нужны нам. Принять. Здесь нажимаем Нет. В общей сложности установка данного программного обеспечения заняла около 12 минут. Теперь необходимые значки необходимо вывести на рабочий стол. Нажимаем правой клавишей мыши на свободном пространстве экрана. Персонализация. Темы. И переходим направо. И нажимаем Параметры значков рабочего стола. Здесь проставляем галочки напротив тех позиций, которые нам необходимы, чтобы на рабочем столе были закреплены те или другие значки. Я панель управления и компьютер добавлю. Применить. Окей. Все. Закрываем. Такая облегченная операционная система Windows поможет многим избежать глюков и тормозов на старых железках. С вами был канал. Все своими руками 36. До свидания. Продолжение следует.